Всем привет, с вами Полиморфик. В последнем инсайде Star Citizen нам рассказали о людях, которые продвигают и организовывают проект. Они называются продюсеры. Они координируют более 60 специализированных команд, которые работают над игрой. Это 3D-художники, дизайнеры, аниматоры, люди, которые работают над серверной частью, которые занимаются графикой, спецэффектами, звуками и так далее. Так называемые продюсеры работают со всеми этими командами разработчиков для того, чтобы все усилия сходились для достижения цели. Они определяют, что для игры является самым важным в данный момент. С этой информацией делают расписание разработки игры для того, чтобы сделать ее более плавной и эффективной, и чтобы у отдельных разработчиков не было простоя. Также в этой части нам рассказали про художников, которые рисуют концепты. Они нужны для того, чтобы сориентировать 3D-художников, чтобы придать стиль, атмосферу данному месту и персонажам, дать четкое направление. В этом видео мы видим работу над Орисон. Это плавающий в облаках город над газовым гигантом под названием Крусейдер. В родмапе он запланирован на второй квартал 2020 года патча 4.0. Задача сделать один стиль для того, чтобы бренды и одежда были более уникальны для этой зоны. Было поставлено несколько целей. Так как в Орисоне есть крупная верфь, там часто бывают инженеры и судостроители. Нужно было сделать подходящую им одежду, и чтобы был смешан хай-тек и колониальный стиль. В эту работу были вовлечены как художники, люди, которые следят за лором, так и сам Крис. И потребовалось несколько итераций для того, чтобы он остался доволен. В последнем выпуске Star Citizen Live Шон Трейси рассказал о театре войны. Это новый игровой режим, который был представлен нам во время CitizenCon. Это будут короткие сессии, где игрокам нужно будет действовать быстро и сосредоточенно, участвуя в боях на различных видах транспорта. Театры войны и постоянная вселенная используют один и тот же сетевой код, поэтому имеют одинаковую проблему. Но в этом новом игровом режиме, который сосредоточен на быстрых действиях, проблема ощущается гораздо сильнее. И таким образом театрам военных действий необходимо устранить эти задержки и другие сетевые ошибки. Имеется большой прогресс с тех пор, как разработчики начали работать в этом режиме. И после того, как они всё поправят, FPS увеличится и в постоянной вселенной. Искусственный интеллект NPC пока недостаточно хорош для того, чтобы включить его в режим ПВЕ для Star Marine и театра военных действий. Но разработчики думают об этом. На CitizenCon театры военных действий нам были представлены на Планетеке 3-й версии. И так как они перешли на версию 4, планета стала выглядеть намного красивее. В этом режиме также будет использоваться новая технология Server Object Container Streaming. Также будет внедрена камера, которая будет показывать игрокам, кто их убил. Когда в постоянной вселенной станет доступна функция исцеления игрока другим игроком, или чтобы игрок мог оттащить другого игрока в безопасную зону, они это также добавят и в театр военных действий. Этот режим также значительно выиграет от внедрения танка нова. Из-за этого, возможно, он пойдёт в производство быстрее. Поделитесь в комментариях вашими размышлениями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие видео. Поздравляю вас с наступлением февраля. И до скорых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!